В своих сюжетах мы уже не раз рассказывали вам о том, что в районе успешно продолжается вакцинация людей против коронавирусной инфекции. Для этого необходимо только обратиться в Центральную районную больницу Аула Кашихабль или врачебную амбулаторию села Натырбова. Одними из первых решили сделать вакцинацию подопечные пансионата для престарелых села Натырбова. И хотелось бы еще отметить, что все жильцы дома из категории 65+. Мы все знаем, что пандемия продолжается, ограничения не снимаются. 65+, что было до сих пор, это продолжается. У нас в пансионате продолжается превентивная изоляция, наши сотрудники работают по 2 недели. Но так как часть переболела, остальная часть 100% провакцинировалась, я писал письмо в министерство с просьбой, чтобы нас вывели из превентивной изоляции. Но, опять же, было принято решение до конца марта работать в таком режиме. И с 1 апреля я рассчитываю, что мы будем работать в штатном режиме. У нас в пансионате 33 сотрудника, 39 подопечных, и из 33 сотрудников 29 сотрудников как бы уже вне опасности. 11 переболело коронавирусом, 18 человек провакцинировалось, и у двоих медицинский отвод, серьезные причины. Из 39 подопечных, которые у нас проживают в пансионате, 16 человек в свое время переболело коронавирусом, они как бы довольно легко перенесли болезнь. 23 человека провакцинировалось, то есть все 29 человек, 100% у нас прошли вакцинацию и переболело. Вакцинация у нас проходила таким образом, двумя этапами, даже тремя этапами. Сперва было провакцинировано 10 человек, которые проявили сознательность, это наши активисты, так сказать, с которыми мы проводили беседу, довели до них смысл вакцинации. Потом вторым этапом 9 человек было провакцинировано. Сейчас они все прошли второй этап вакцинации. С первого момента, как их провакцинировали, состояние у них практически не изменилось. Как говорил наш старейший Гайдидеев, наш подопечный, как будто, говорит, витамином меня прокололи. Даже хочу привести пример Губиной. Есть у нас бабушка лежачая, которой за 80 лет ее кормили с рук. После вакцинации ей стало лучше по состоянию. Она сейчас сама себя обслуживает самостоятельно. Есть, ложку держит, вилки держит и еще пытается управлять коляской. Это явное улучшение после вакцинации у нее пошло. В данный момент все провакцинированы. Состояние у них хорошее. Если даже новые лица, которые у нас поступают в пансионат, исходя из того, что они видят с теми, к кому они приехали, они сразу же соглашаются, понимая пользу и значимость самой вакцинации. Такая процедура у нас происходила и в соцдоме. Часть провакцинировалась, сотрудников мы провакцинировали. Сейчас такая же работа продолжается и ведется на местах социальными работниками. Социальные работники сами вакцинируются, так как они контактируют с нашими стариками, дедушками и бабушками. Ну и сами бабушки. Кто-то добровольно, кто-то спрашивает. Ко мне часто обращаются те люди, которые вне обслуживания нашей сферы. Вот мы слышали там у вас в Натырбово провакцинировались. Как там прошло? Вот я хочу свою бабушку там или свою мать провакцинировать. Как вы думаете? И так далее, и так далее. Я все это объясняю и в том числе хочу объяснить жителям нашего района, что вакцинация – значимое и нужное дело. Без вакцинации и без этой процедуры проблемы, связанные с ковидом, не прекратятся. Наташа Кучмезова, Сергей Лобынцев. Новости Кашхабльского района.